Такс, всем привет танкисты! За последнюю неделю накопилось очень много интересных новостей, так что присаживайтесь поудобнее, а я вам про них расскажу. Сегодня вы узнаете о будущих приказах, которые нас ждут, узнаете всю информацию про обновление 9.7, а также куча других интересных новостей. Также в честь 25 тысяч подписчиков я устраиваю конкурс на 17,6500 и 3000 золота для вас. Условия максимально простые, нужно подписаться на мой ютуб и телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании. Розыгрыш закончится сразу же, когда на канале стукнет 30 тысяч танкистов, так что подписываемся и ставим лайки. Ну а за микрофоном как всегда Андрюха, который желает вам наиприятнейшего просмотра и аппетита. А мы начинаем! И начинаем мы опять с новой рулетки. Сегодня в игру завезли новый розыгрыш, только теперь уже на ресурсах. Цена за прокрутой не такая уж большая, так что можно попробовать испытать удачу. Делитесь, что вам выпало и сколько вы на это потратили в комментариях. Теперь поговорим про будущие приказы. Выполняя их, за каждый бой мы будем получать запертые контейнеры с такими танками как МЛЕ-54 и Объект-907. И возможно наградой в этих приказах станут ключи от этих же контейнеров. Также в файлах игры есть информация про другие приказы, в которых нужно будет делать победы, киллы и еще что-то связанное с супер хилкатом. Так что ожидаем все эти приказы в скором времени. Ну а теперь наконец-то переходим к будущему обновлению. В нем нас ждет новая ветка китайских легких танков, у которых будет новая механика под названием «Ускоренный выход из-за света». Суть ее в том, что вы будете выходить из-за света на 30% раньше, а также над противниками, которые вас засветили, будет иконка глазом. Это очень удобно и лично для меня новая механика безумно крутая. А что вы думаете про нее? Пишите в комментариях. Также в 9.7 в новое визуальное качество переведут три новых танка и ими станут ИС-4, ФВ-4005 и Борщ. Поздравляю всех тех, кто ждал дедов PBR. Разработчики нас услышали и наконец-то сделали это. Еще в новой обнове нас ждет ребаланс множества танков. Всю информацию вы сейчас можете видеть на экране. Если вкратце, то Тайпу-71 добавят 100 хп и очень сильно уберут подвижность. Теперь это будет полностью тяжелый танк. Еще топовым орудием у ФОЧа 9 уровня станет барабан на два снаряда, а ФОЧу-155 время перезарядки барабана уменьшат на 3,25 секунды. То есть вы теперь за 4 секунды сможете откидывать 1000 урона. Лично я думаю, что теперь ФОЧ станет имбой. Правда, ему увеличат время перезарядки барабана на 5 секунд и уберут 60 урона, но я думаю, это не так страшно. Ну и наконец-то нас ждет обновленная карта Миддлбург, которую я вам показывал еще в прошлых своих видео. И как сказал Артур Ноускилл, новое обновление будет в следующем месяце. Еще из интересных новостей могу сказать, что инсайдеры утверждают, что следующей веткой после китайских ЛТ будет ветка чехословацких танков, что будет очень и очень круто. Также ожидаем скоро в продаже контейнера на Бизонте С-45 и еще покажу вам, как будет выглядеть фон профиля из следующего боевого пропуска. Но еще по результатам ОТ были приняты некоторые балансные решения, которые вы сейчас можете видеть на экране. Вот такие новости у меня на сегодня. Если вам понравился этот ролик, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Ну и не забывайте участвовать в новом розыгрыше и делиться вашим мнением насчет новой рулетки, нового обновления и ребаланса в комментариях. Ну а я вас, как всегда, обнял. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok